Майор Истинцевич Вечерок, стрельба готова. Немногословно, сосредоточенно. Если встретить эту девушку в штатском, в магазине, например, никогда не подумаешь, что она так ловко обращается с оружием. Цель поражена, и так не только в стрельбе. Свой профессиональный праздник, День следствия, начальник отдела Оксана Вечерова отмечает уже более 10 лет. Проведет его, как обычно, на работе. Этот следователь беспокоит вас. Фамилия моя Вечерова. Я бы хотела вызвать вас на допрос. Да, это много времени не займет. Работа майора юстиции давно заняла все свободное время. К этому она и ее семья относятся философски. Ведь девушка продолжает династию. Отец погиб при исполнении, теперь Оксана на страже закона. Вооружившись главным оружием следователя Ручкой, уверяет, женщины в этой профессии не случайны. Я люблю свою работу, на самом деле, и всех призываю. Есть такие моменты, когда люди хотят уйти, уже устают и так далее. Ну, вроде как призываю, что нет, вроде надо отдаваться целиком. Девушки более терпеливые, более усидчивые, как-то морально устойчивые, наверное, мне так кажется. И действительно, проявлять устойчивость необходимо. На хрупкие плечи следователя приходится более 15 уголовных дел. Оксана расследует кражи, грабежи и разбои, не обходит стороной преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Загруженность большая, в голове четкий расчет сроков, процессуальных, но есть в этом свой шарм, считает майор юстиции, хоть и бессонный. Иной раз и по ночам снится, и просыпаешься ночью, да, не отпускает. И преступники, и уголовные дела снятся, и сроки по делам снятся. Ни романтикой, ни рутиной расследование не назовешь. Но это и не просто бумаги, утверждает Оксана. Каждое дело – человеческая трагедия или чья-то сломанная судьба. И здесь важно второе оружие следователя – слово. Люди разные. И, скажем так, есть люди, которые агрессивно настроенные. Ну, как тот психологический момент, он безуспорно должен иметь место быть для того, чтобы достичь какого-то определенного результата. Каким образом вы это достигаете? Это убеждение? Да, убеждение, разговоры, как бы разъяснение, скажем так. Так же, как и наша героиня, более 40 сотрудниц Одинцовского УВД выходят на борьбу с преступностью наравне со своими брутальными коллегами-мужчинами. И все же есть у женщин в погонах одно секретное оружие – женская красота. А она, как известно, спасет мир и от преступности в том числе. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.